Всем привет, друзья, с вами Глория Рай, и это новости, слухи и обсуждения эфиров телепроекта Дом-2. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. Роман Капаклы высказался о примирении с тещей. Я надеюсь, что это действительно была последняя проверка, сообщил участник. Рома признался, что дал матери Марине Африкантовой последний шанс. По словам Капаклы, он действительно верит в то, что Татьяна Владимировна больше не будет устраивать ему проверок. Многие уже знают о том, что на днях Татьяна Владимировна неожиданно появилась на семейном совете, где со слезами на глазах просила у Романа Капаклы прощения за недавний инцидент, когда она на съемочной площадке в городских квартирах не только обзывала его, но и даже дала пощечину. Накануне в сети появилось интервью с Капаклы, в котором он рассказал, как в действительности относятся к примирению с потенциальной тещей. Как утверждает Роман, до недавнего времени он думал, что Татьяна Владимировна полностью исчерпала его кредит доверия. Однако сейчас может сказать, что ей все-таки удалось правильно подобрать слова, которые подействовали на него волшебным образом. Также Капаклы указал на то, что его очень удивили слезы Африкантовой старшей, ведь ранее он никогда не видел, чтобы женщина плакала. Немаловажным для Капаклы стало и то, что Татьяна Владимировна публично обратилась к его маме, которая поблагодарила за хорошее воспитание сына, а также пообещала, что больше не будет устраивать Роману проверок. Кстати, Марина Африкантова после длительной болезни потеряла голос и ищет способ вылечиться до своего бракосочетания, которое должно состояться у ребят уже сегодня. Болею вторую неделю, температуры нет, есть страшный насморк и кашель. Голос сел, разговариваю вообще как несмазанная телега, пожаловалась участница Дома-2. Марина Африкантова и Роман Капаклы проведут первую брачную ночь в королевских хоромах. Пара празднует свадьбу 14 июля. Ребята уже выбрали место, куда отправиться после скромного семейного торжества. Откровения Ольги Бузовой рассмешили поклонников. Умеет Оля задать работу хейтерам, как скажет что-то или напишет на своей странице. Так антифанаты прямо закипают, так возмущаются тем, что им приходится слушать или читать. В этот раз снова затронулась тема одиночества Бузовой, которая, видно, уже забыла о том, что не так давно уверяла, будто снова счастлива и влюблена. Не просто приходится хейтерам Ольги Бузовой, она им столько материала для размышления дает, что они не успевают весь негатив озвучить. На днях она, например, снова решила взгрустнуть о том, что она одинока, нет рядом мужчины и приходится ей осваивать мужские функции. Постоянные жалобы Бузовой, которая осваивает какие-то там функции, начинают злить даже тех, кто старался придерживаться нейтралитета и не торопиться с критикой. Ольге напомнили, что в современном мире, где главное иметь деньги, чтобы оплатить любую работу, вообще несложно жить одной. Стоит отметить, что Ольга действительно до сих пор периодически говорит о том, что так никого не смогла полюбить после развода, да и развода она в принципе не хотела. Она в ЗАГС приходила поговорить с мужем, а не разводиться. Ей постоянно стараются объяснить, что после таких разговоров ни один уважающий себя мужик к ней не подойдет. Но Оля, видимо, считает, что вызывает восхищение. Марина Африкантова хотела выйти замуж в джинсах и майке. Марина заявила, что наконец-то нашла свое самое лучшее свадебное платье. Справиться с этой задачей ей было нелегко, но участница все-таки смогла после многочисленных визитов в разные салоны найти то, что ей нужно. И это очень хорошо, а то у девушки уже появлялось желание отправиться под венец в обычных джинсах и майке. Настолько грустно все было и не устраивал ни один наряд. По словам Марины, прежде чем она попала в салон, который ей приглянулся, она обошла немало магазинов и даже побывала в ателье, но везде ощущала какое-то сомнение. Все, что ей показывали, было совсем не то. И у нее даже появилось ощущение, что лучше всего стать невестой в джинсах и майке, раз уж так трудно найти то, что ей необходимо. Осталось потерпеть совсем немного, чтобы увидеть красивую невесту. Илья Ябаров рассказал об отце, но ему никто не поверил. До недавнего времени зрители почти ничего не знали об отце Илье Ябарова, за исключением, пожалуй, того, что он бросил сына, когда тот еще был маленьким и фактически никак его не воспитывал, а долгие годы еще не видел. Впрочем, сам Ябаров на отца не в обиде. Напротив, саратовского шансонья восхищает такое родство. Как выяснилось, Ябаров старший не просто успешный бизнесмен, но и миллионер, о чем Илье, по крайней мере, пока остается лишь мечтать. В рассказы Ябарова о богатстве отца, по всей видимости, поверили лишь единицы. А бывший участник Иван Барзиков пошел еще дальше и уже опозорил врунишку перед фолловерами. Так, Ваня публично потребовал с Ябарова долг в размере 7 тысяч рублей и посоветовал взять деньги у отца богача. Защитники животных потребовали полной изоляции для Александры Черно. Ни для кого не секрет, Саша страстно мечтает о ребенке. Впрочем, не может позаботиться даже о попугае и рыбках в аквариуме. Так многие до сих пор не забыли историю с птицей, которая умерла по вине Черно. Напомню, еще зимой Марина Африкантова и Роман Капаклы перепоручили заботы Александры о любимом попугае. Вот только девушка в два счета гробила птичку. Выпуская питомца из клетки, Саша забыла закрыть окно, из-за чего попугай Марины и Ромы улетел на улицу и почти сразу же там погиб. Зрители бьют тревогу после ситуации с аквариумом. Многие убеждены, именно неадекватное поведение Черно, которую надо изолировать от общества, а еще лучше посадить в тюрьму, стучавшую по стенкам аквариума и спровоцировало короткое замыкание, и последовавшую за этим смерть рыбок. По мнению редакции журнала Дом-2, в расставании Саймона Морданшина и Анастасии Якуб, виновата бывшая участница Мэри Кулешова. После визита в редакцию Мэри поддерживает общение со своим бывшим парнем Саймоном. Вопрос на засыпку, как скоро Мэри вернется на проект? Пишите свое мнение в комментариях. Зрители считают, что Евгений Ромашов играет свою определенную роль на проекте. Многие помнят, на проект он пришел настоящим джентльменом. Это сейчас парень поколачивает девушек, унижает их и даже плюет им в рот. А когда-то это был рыцарь. Вспомните, как в первые дни Женя ринулся в бой, желая вступиться за Настю Кочервей. А ведь она даже не была его девушкой. Да и обидчик ее шабарен был в два раза больше, но Женю не спасал. Тогда событию посвятили целое ток-шоу. Женю назвали героем, а сам он сказал, что терпеть не может насилие над женщинами. Однако, похоже, тема Жени героя не пошла. Скорее всего, сценарий переиграли. Начали подмечать поведение парня, именно то, против чего он еще недавно выступил. Нашли. Возможно, Жене вполне открыто предложили перестать играть в благородство и быть нормальным мужиком, коих в реале тысячи. Он согласился. И теперь бывший джентльмен и защитник слабых строит женщин не хуже, чем в армии. По мнению телезрителей, Ромашов отрабатывает халяву в образе скрытого насильника, который оправдывает себя тем, что женщины сами этого хотят. И теперь он не поэт-романтик, а зацикленный на сексе волшебник, который даже свидание делает в стиле видео для взрослых. А песенки и гитарка – это тоже всего лишь антураж для сексуальных игр. Согласны с мнением зрителей? Пишите в комментариях. Между бывшей участницей Марго Овсяниковой и ведущей Ксенией Бородиной произошел сильный конфликт. На проекте побывала Марго Овсяникова. Девушка заявила, что уже забыла обо всех обидах и ни на кого не сердится. Но практически сразу она дала понять, что конфликт между ней и Ксенией Бородиной оказался глубоким. Фолловеры засыпали блондинку вопросами и упреками после того, как она написала, что ей смешно наблюдать за стареющей женщиной, которая боится наступающей на пятки молодежи. У Марго спросили, что случилось, почему она так изменила свое мнение о походе на проект, почему вдруг говорит о Бородиной неприятные вещи, ведь та ее поддерживала, уверяют зрители. Но толкового ответа от Маргариты так и не получили. Поклонники Овсяниковой все-таки выступили в ее поддержку и согласились, что не Бородиной кого-то упрекать и критиковать. Ее поведение в молодости было не слишком хорошим. Примером она точно не служила. Никогда пряталась с Оскаром Каримовым от камер, никогда завела роман с Михаилом Терехиным, да и гуляющие по сети видео и фото из разных баров, где Ксения пребывает в нетрезвом виде. Так что не ей критиковать Марго, считают фолловеры. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Рекомендую посмотреть предыдущие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал, оставляйте ваши комментарии. До скорых встреч!